МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион. В студии Ольга Жмак. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Сегодня в данном случае у них будет прекрасная возможность посмотреть, как создается электричество условное. Да будет свет. Школьникам провели экскурсию на подстанции Анапская. Вы – атаманы. На вас все смотрят. И ученики, и учителя в том числе. Будущая – опора страны. Как в Анапе развивается движение казачьей молодежи. Немецкая армия осталась в окружении. Ей бросили на помощь в суд. 80 лет победе под Сталинградом. Ветеран Великой Отечественной войны рассказал школьникам историю тех событий. Сроки и ход работ на социальных стройках накануне обсудили с подрядчиками первый вице-мэр Светлана Балаева, председатель совета Леонид Красноруцкий, Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров. Они побывали в нескольких сельских округах курорта, посетив площадки будущих домов культуры, детского сада, а также учебных учреждений, где проводится ремонт. Смотрите репортаж. Первая точка в рабочем объезде Анапского межрайонного прокурора Сергея Чикарова и первого вице-мэра курорта Светланы Балаевой – строящийся детский сад в станице Анапская. Это будет самое большое дошкольное учреждение в сельском округе на 280 мест. Трехэтажное здание общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров возводится по всем современным технологиям. На данный момент уже завершены на 95% монолитные работы. Идет устройство внутренних перегородок, утепление цоколя, подводка инженерных сетей. Вентиляционное оборудование, обмеряют окончики, замеры свои сделали. Вот такие работы. Хорошо, сколько сейчас человек на объекте? Порядка 70 человек в средней средней среде каждый день. Этого достаточно для того, чтобы соблюдать график строительства? Да, этого достаточно для соблюдения графика. Через буквально недели 2-3 будет увеличение, а девочники выйдут на работу, электрики выйдут на работу. Ну, пока мы в графике. Проблемы с финансированием есть? Проблемы с финансированием нет. Я хочу еще раз подчеркнуть, все-таки качество работы для нас – это ключевой вопрос. Согласно плану, здесь будут оборудованы уютные музыкальные и спортивные залы. Просторную столовую оформят в пастельных тонах. Это групповая, там где дети будут заниматься. Это буфетная, там где будут осуществляться мокопосуды и раздача. Это вход в санузлы детские, они разделены. Это спальня. Сколько гнук будет? 14. 14 гн. 14 гн. Просторные, высокие потолки, здорово. Строительно-монтажные работы должны завершиться до конца апреля. Вскоре начнется установка окон и монтаж кровли. Следующая остановка у Дома культуры в селе Суко. Здесь активно идет внешняя и внутренняя отделка. До апреля подрядчик планирует завершить возведение здания и начать благоустройство территории. Строительство идет по плану. Делаются отделочные работы наружные, внутренние. Также ожидается поступление оборудования в первых числах февраля. Это вентиляционное оборудование. Какие проблемы есть? В чем эти проблемы и какие риски возможные? Все оборудование заказано, все материалы закуплены. Рисков нет. То есть у вас все наличие есть? Рабочая сила? Сколько у вас человек работает? На данный момент 30 человек. Это достаточно для того, чтобы все выкидывать? Да. По плану в Доме культуры будет зрительный зал на 200 мест, библиотека, хореографические и спортивные залы. Первый вице-мэр Светлана Балаева подчеркнула важность создания доступной среды учреждения и для маломобильных граждан. Изюминкой нового Дома культуры станет гончарная мастерская с муфельной печью, работать в которой будет профессиональный мастер. Это уникальный проект, потому что Дом культуры с гончарной мастерской, где дети будут заниматься гончарным делом обучаться, керамике обучаться. Наверное, мало где мы в России вообще встретим. Это такой уникальный по своему проекту, такое хорошее будет здесь решение. И, кстати, у нас действительно же тут традиции очень сильные гончарного дела. Мы его будем развивать, у нас хорошие воспитанники уже есть. Сергей Чикаров обратил внимание на антитеррористическую защищённость объекта. По словам подрядчика, здесь предусмотрены видеокамеры на входных зонах, по периметру и в помещениях с максимальным скоплением людей. Также в ходе рабочего объезда комиссия побывала в школах села Супсех и хутора Рассвет. Так, в 11-й уже сделана новая кровля, идёт монтаж плитки и фасадные работы. Продолжается внутренняя отделка помещений. В школе номер 26 закуплено учебное оборудование и скоро его начнут расставлять в классных комнатах. Светлана Балаева подчеркнула, главное требование к объектам, попавшим в программу капремонта, они должны быть сданы вовремя, а все работы выполнены с надлежащим качеством. Никита Бойко, Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа. Регион. День открытых дверей прошёл сегодня на подстанции Анапская в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче», участие в котором принимает и наш город. Ученикам восьмого класса рассказали, как появляется свет в домах. С ребятами также пообщались вице-мэр Артём Моисеев и начальник Анапского РЭС Николай Пальцев. Подстанция Анапска – один из важнейших объектов энергосбережения всего района. Она даёт свет в дома почти всей Анапы. Как поступает напряжение на трансформатор, из чего состоит электроподстанция и какие элементы являются её сердцем – об этом и многом другом сегодня узнали школьники во время экскурсии. В рамках фестиваля Всероссийского «Вместе ярче» сегодня совместно с Россетями мы участвуем в том, что занимаемся просвещением детей. Конечно, тех детей, которые сегодня уже занимаются и физикой, которые понимают, о чём речь идёт. Но сегодня в данном случае у них будет прекрасная возможность посмотреть, как создаётся электричество. Условно говоря, для них и компания Россети, она предоставляет такую возможность, площадку, конечно, с соблюдением всех правил техники безопасности для детей. Евгений Ботин, начальник оперативно-диспетчерской группы РЭС, рассказал, почему всё работающее оборудование подстанции во время экскурсии ограждено от посетителей сигнальной лентой и зачем установлены предупреждающие об опасности плакаты. Энергетики всегда с готовностью откликаются на просьбы школ в проведении экскурсии на энергетические объекты для формирования у детей понятия и представления об отрасли электроэнергетики. Ведь в дальнейшем это поможет им в выборе будущей профессии. А повторение правил электробезопасности поможет предотвратить травмы. Первая часть экскурсии прошла на улице. Далее детям показали помещение энергообъектов. Подстанция работает в автоматическом режиме. Любая неполадка отразится на специальном мониторе у дежурного диспетчера. А он, в свою очередь, сможет управлять процессом дистанционно. Это было очень информативно и интересно. Мне понравилось, как нам рассказали о работе электричества. И я узнала о том, как в наших домах выключают и отключают свет. В завершении ребятам вручили памятные сувениры – блокноты. Школьникам будут продолжать проводить экскурсии в рамках фестиваля. Они смогут посетить и другие объекты ТЭК и ЖКХ района. Вместе ярче! История кубанского казачества, его обычаи и традиции – об этом и многом другом рассказали в рамках обучающего семинара «Школа Атамана». Участие в мероприятии приняли атаман Анапского районного казачьего общества, вице-мэр курорта Валерий Плотников и ерей Свято-Вознесенского храма Андрей Гусев, а также председатель Союза казачьей молодежи Кубани в городе-курорте Анапа Игорь Поляков. Подробнее об этом расскажет мой коллега Никита Васюхин. Участие молодежи в казачьих объединениях – это эффективное приобщение к культурному наследию и к тому же создание прочного фундамента для формирования гражданской позиции. Вот уже пятый год общеобразовательное учреждение номер 18 в селе Юровка гордо носит звание казачьей школы. А сегодня здесь впервые прошел обучающий семинар «Школа Атаманов». Мы все с вами равные, но вы первые в каждом школе у себя. То есть вы Атаманы, на вас все смотрят, и ученики, и учителя в том числе. Поэтому вы должны быть на голову выше. В мероприятии приняли участие Атаманы 11 школ курорта. В ходе семинара перед детьми выступил иерей Свято-Вознесенского храма Андрей Гусев. Священник рассказал о духовной составляющей казачьего образования и подчеркнул значимость веры в любом деле. Также была поднята тема специальной военной операции. О ней рассказал непосредственный участник событий казак Александр Асташев. Это очень знаковое мероприятие для ребят, именно Атаманов классов, потому что они сплотятся между школами, между собой, будут передавать опыт друг другу, как в учебном процессе, так и в патриотической части, которая сейчас немаловажна для нашей страны. Ну и опять же повторюсь, что ребята будут общаться, и это будет больше позитива у нас сейчас, нежели будут поглощать их в соцсети. Данное мероприятие, безусловно, необходимо для анамского казачьего общества. Все ребята, которые сегодня приехали, обмениваются опытом, узнают что-то новое, укрепляем свои связи. Сегодня обсуждалось очень много важных тем, касаемо именно казачества, именно сплоченности единого духа казачества. Начало семинарских занятий положено, а это значит, что казачья молодежь Анапы движется в правильном направлении. Впереди большие возможности, новые победы и яркие свершения. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. Ветеран Великой Отечественной войны рассказал школьникам о битве под Сталинградом. Ровно 80 лет назад, 2 февраля, советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в этом сражении. Сегодня в честь годовщины в школах и учреждениях культуры Анапы прошли патриотические мероприятия, в том числе в Центральной библиотеке курорта, где была организована встреча детей с ветераном Василием Михайловичем Кулькиным. Две сотни дней и ночей продолжались ожесточенные сражения под Сталинградом. С июля 1942 года советские войска сдерживали натиск немецко-фашистских захватчиков, пока, наконец, 2 февраля не завершилось одно из главных сражений прошлого века. Ровно 80 лет назад Красная Армия одержала победу. Об этом анапским школьникам рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин. Патриотическое мероприятие прошло в стенах Центральной библиотеки курорта. В читальном зале не осталось ни одного свободного места. Так много школьников пришли на встречу с ветераном. Многие из них учатся в казачьих классах. Эти мальчики и девочки, по мнению Василия Михайловича, будущее России. Казачество, участвуя вот в этих классах с этими ребятами, восстанавливает ту казачскую жизнь, которая была направлена на пользу нашему Отечеству. Ведь сколько в каких битвах не участвовали казаки, не участвовали, везде они одержали победу. Эта победа была не только казаков, не только вот их отцов, дедов, понимая. Эта победа была нашего государства. А мы все обязаны и должны, раз мы живем в этом государстве, о чем нам больше-то заботиться. И в равной степени государство должно нас заботиться, что сейчас у нас и происходит. Сегодня уроки мужества, приуроченные годовщине битвы под Сталинградом, прошли во всех школах курорта. Такие мероприятия состоялись в учреждениях культуры и общественных организациях. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Профессиональный спорт, тяжелые нагрузки и болезни позвоночника – это самые распространенные причины боли в спине и пояснице. Что делать и как лечить, знают доктора современного медицинского центра «Альфа». На его базе с успехом проводят такую процедуру, как блокада, вводят лекарства напрямую в болевой участок. Далее расскажем подробнее. Боли в спине могут возникать по разным причинам. Тяжелая физическая работа, постоперационный период или профессиональный спорт. Первый шаг – обратиться к профессиональному врачу-нейрохирургу, который назначает обследование и решает, что поможет в конкретном случае. Лекарство, операция или как альтернатива – медикаментозная блокада. В современном медицинском центре «Альфа» эту процедуру проводят на высочайшем уровне. В нашем медицинском центре «Альфа» достаточно просто. Приходит пациент, мы определяемся, какая блокада ему нужна. Далее этот пациент приходит к нам на запланированную процедуру, ложится на операционный стол, рентген прозрачный. Мы обрабатываем поле, делаем рентген разметочку, обезболиваем пациента обязательно. То есть болевых каких-то ощущений по минимуму. Далее проводится непосредственно иголочка туда, куда нужно, к нерву, к нервному сплетению и вводится лекарство. В медцентре «Альфа» одна из самых оснащенных по последнему слову операционных. После процедуры пациента переводят в специальную мониторинговую палату. Медикаментозная блокада достаточно безопасна. Если раньше нейрохирурги делали ее практически вслепую, то сегодня все кардинально изменилось. На сегодняшний день нам современная медицина предлагает такие методы дополнительной помощи, как переносной рентген-аппарат или так называемый ЭОП-преобразователь. Он позволяет с точностью до миллиметра провести иглу туда, куда нужно. Это раз. Во-вторых, при наличии круглосуточной помощи реаниматолога, анестезиолога и, собственно говоря, опыта специалиста, который выполняет данную медикаментозную блокаду, это можно назвать безопасной процедурой. О противопоказаниях данной процедуры можно узнать при первичном осмотре нейрохирурга. Записаться на прием в современный медицинский центр «Альфа» можно по телефону горячей линии 8 800 505 73 15. Напомню, все выпуски новостей можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok